всем здравствуйте друзья сегодня мы вместе с вами приехали в целом боек здесь посмотрим цены на новый автомобиль и посмотрим какие модели представлены к продаже и заодно посмотрим внимательно вот этот автомобиль боек x55 очень интересный эксклюзивный кроссовер который не у всех дилеров представлен в продаже по какой причине не знаю наверное редкая позиция из-за этого не у всех дилеров он есть а здесь он есть друзья из-за этого мы его детальненько рассмотрим машины боек собираются на заводе автотор в калининграде это еще раз вам напоминаю кто забыл пойдемте смотреть какие модели представлены продажи и начнем вот с этого внедорожника биджи 40 недавно мы с вами на нем катались здесь под капотом двухлитровый мотор 218 лошадиных сил работая в паре с 8-ступенчатым автоматом ссылочку на обзор этого автомобиля это как мы на нем катались я прикопляю в описании переходите смотрите по деньгам сколько стоит биджи 40 смотрим 4 миллиона четыреста пятьдесят тысяч рублей с учетом акции скидок машины за 4 миллиона сто пятьдесят тысяч рублей еще раз повторюсь двигатель 20 218 лошадиных сил 8-ступенчатый автомат zf привод полный постоянно гребет задний ось передок подключается принудительно есть понижающая передача бюджетный седан у 5 плюс под капотом здесь расположился атмосферный полтора литровый двигатель мощностью 105 лошадиных сил коробка вариатор данная комплектация данное исполнение honor максимально стоит 2160 это за наличку да а если с отчетом акции скидок машину можно забрать за 1 миллион семьсот шестьдесят тысяч рублей салон оформлен следующим образом пульт управления боковыми зеркалами электростеклоподъемниками совмещен кресло водителя регулируется механически в шести направлениях есть лифт сидушки отделаны и как кожей красная строчка перфорация руль отделан кожей цифровая приборная панель мультимедийная система автоматический кондиционер беспроводной зарядки не вижу есть два usb слота электромеханический ручник ниша подлокотника по моему без охлаждения крыши встроен электролюк со шторкой и обстановка на втором ряду здесь у нас подлокотника нет три подголовника плафон освещения друзья плафон освещения на втором ряду отсутствует тут только у нас ручки с доводчиком и вот так вот встроена дверная карта также видим продажи представлен x7 флагманский автомобиль огромный кроссовер под капотом здесь полтора литровый двигатель мощностью 180 лошадиных сил привод передний цена данного автомобиля 2 миллиона шестьсот пятьдесят тысяч рублей то с учетом акции скидок за наличку 3100 рабочее место водителя устроена следующим образом сидушка регулируется за счет электроприводов в шести направлениях крыша панорамная с электролюком центральная консоль оформлена следующим образом я помню здесь у нас двухзонный климат-контроль установлен и обстановка на втором ряду видим подлокотник с подстаканниками есть три подголовника розетка на 12 вольт и везде разъем ровный пол довольно таки интересный огромный автомобиль 5 дверь у нас есть смотрим без электропривода автомобиль пятиместный третьего ряда сидений здесь нет под фальшполом запасное колесо и набор инструментов x55 оставим напоследок перейдем к бюджетному кроссоверу x35 здесь под капотом полторашка 136 лошадиных сил вариатор привод передний данный автомобиль мы с вами тоже многократно рассматривали здесь регулировки механические есть лифт отделка комбинированная вот эта часть отделана тканью здесь и к кожи руль пластиковый комплектация это значит это предмаксимально щиток приборов обычный центральной части жк монитор портового компьютера крыша настроен электромеханический люк со шторкой обстановка на втором ряду подлокотника нет есть три подголовника задней части переднего подлокотника расположился usb разъем кармашков нет тоннельная часть немного немного выпирает сейчас кресло водителям максимально отодвинута назад смотрите какое здесь расстояние между вторым и передним рядом сидений электропривода здесь нет багажное отделение устроены следующим образом под фальшполом расположилась докатка комплект инструментов в сумке в тканевой у нас домкрат баллонный ключ и стоимость автомобиля за наличку 2140 с учетом скидок трейды и с учетом какого-то льготного кризисования цена автомобиля 1 миллион семьсот сорок тысяч рублей закрой открой автомобиль видим что верхней части расположились повторители поворотов здесь же расположились ходовые огни светодиодные боковые зеркала с функцией электропривода блок дальнего ближнего расположился в нижней части бампера вот здесь с дальней и ближней это у нас ходовые огни также видим датчики парковки передние есть радар есть система адаптивного круиз-контроля система удержания в полосе движения под капотом расположился полтора литровый турбированный бензинный двигатель мощностью 177 лошадиных силы двигатель работает в паре с семиступенчатым роботом все как полагается двойное мокрое сцепление тип привода передний полноприводных версий нет только передний привод и все также видим что газовые упоры отсутствуют сделано шумоизоляция в передней части установлена резинка аккумулятор на батарее 62 ампер часа в экстерьере автомобиля что мы видим на что он бросается в глаза это конечно же двухцветная окраска кузова черная крыша черный низ сам кузов окрашен в зеленый ядовитый цвет панорама с электролюком также видим акулий плавник рейлинги на крыше установлены спойлер на 5 двери двойной центральной части разрезан вид сзади задние фонари светодиодной передняя оптика тоже светодиодная заднем бампере из датчики парковки переднем бампере тоже есть датчики парковки есть куча различных вспомогательных опций в этом автомобиле великоспалмные колесные диски 19 это в максимальной комплектации они 19 в пред максимальной комплектации диски будут 18 окрашены графитовый глянец на передней оси подкрылки пластиковые сколько дорожный просвет выведут цифры в описании на задней оси подкрылки по отношению к передним конечно уже выполнены из фетра этого намного лучше много раз говорю что фетровые покрылки обладают лучшей шумоизоляции нежели пластик по пластику когда летит гравий он барабанит здесь же шум гасится задняя подвеска независимая пружинная много рычажка 5 дверь на автомобиле с электроприводом также с возможностью интеллектуального открытия смотрим как устроена багажное отделение здесь мы видим шторочку также есть розетка на 12 вольт крючки для пакетов плафон освещения спинки раскладываться в пропорции 60 на 40 регулировка по углу наклона смотрим есть нет присутствует в двух позициях с левой стороны расположился органайзер довольно таки глубокий также мы видим ковер от производителя баек под фальшполом много много различных ниш в спиннином материале спереди одна ниша и ниши сзади здесь у нас комплект инструментов баллонный ключ домкрат жилет также видим знак аварийной остановки по спинниным материалом заглянем посмотрим здесь у нас запасное колесо огромный плюс когда в автомобилях есть вот такая вот спинниная защита она придет дополнительную шумоизоляцию багажному отделению карта второго ряда здесь мы видим спинниный зенил здесь также же видим интерьерную подсветку эта часть отделана пластиком здесь у нас эко-кожа строчка зеленая ядовитая здесь пластик здесь динамика у и системы дверь закрывает линию порога в нижней части у нас установлена резинка еще один дополнительный уплотнитель обстановка на втором ряду сиденья отделаны эко-кожей также видим зеленую строчку есть подлокотник с подстаканниками три подголовника два подголовника в литые один который посередине регулируется по высоте задней части переднего подлокотника разместил расположился и визби слот здесь видим кармашки у пассажира водителя ровный пол не выпирает огромное пространство по подушкам безопасности есть только у пассажиров водителя и в сидушках у водителя и у пассажира сиденье переднего ряда с ярко выраженной боковой поддержкой здесь же мы видим плиты подголовники вставку из хромированного металла либо пластика скорее всего друзья это у нас пластик вентиляция подогрев присутствует сидушка регулируется за счет электропривода в четырех направлениях вид на дверную карту со стороны водителя здесь мы видим блок управления электростеклоподъемниками он совмещен вместе с пультом управления боковыми зеркалами боковые заказ функция электроскладывания кресло водителя регулируется за счет электроприводов раз два три четыре пять шесть шесть направлений плюс есть еще регулировка поясничного подпора боковые зеркала датчики мониторинга слепых зал сзади адаптивный круиз-контроль есть вот рычаг управления адаптивным круиз-контролем есть система акция торможения перед препятствиями есть функция автоматического торможения перед препятствием сейчас нам говорят что аккумулятор разрядился нужно подзарядить но бывает машина выставочная они быстро разряжаются на центральной консоли что мы видим селектор а кпп робот 7 ступенчатый без подрулевых лепестков переключения передач двигатель полторашка сто семьдесят семь лошадиных сил привод только передний полноприводных версий не бывает электромеханический ручник системы автохол подстаканники беспроводная отрядка для телефонов верхняя часть подлокотника отделана эко-кожей зеленая строчка в нише подлокотника есть охлаждением газетка на 12 вольт usb слот все есть друзья и ниша огромная большая в нижней части вот этой вот консоли расположилась расположился не везде пор также здесь есть резиновый коврик крючок для пакетов присутствует еще раз отмечу что он выдерживает нагрузку 3 килограмма крышка перчаточного ящика с микролифтом открываем смотрим что здесь здесь у нас руководство по эксплуатации полностью на русском языке иллюстрирована также есть сервисная книжка сколько гарантии узнаем попозже единственный нюанс который есть в этом автомобиле на мой взгляд это вот не русифицированной мультимедийной системы но как убедил меня менеджер в автослоне эта проблема решится в течение месяца то есть это последний барик наверно который не русифицирован остальные машины уже все русифицированы по функционалу здесь мы можем подключить телефон послушать радио посмотреть обзорность 360 градусов вид сверху также отмечу что камера спереди с линии динамической разметки есть камера сзади на тоже с линии динамической разметки можем камеры менять выбирать ту которую нам надо необходимо и 9 сзади все это дело настраивается можем выбирать различные режимы кстати есть несколько режимов езды это комфортно экономичный спортивный и smart можем открыть крышку багажника выйти в климатическую систему климат с двух зон и зона для переднего пассажира зона для водителя ведь в две зоны раздельные каждый выбирает себе температуру сам также есть подогрев вентиляция сидений 3 диапазона тоже можно выбрать его подогрев либо вентиляцию теплые опции какие-никакие есть интерьерную подсветку я вам ответил она есть пар призерна и звездных картах переднего ряда она есть также дверных картах 2 ряда причем на дверях она довольно таки так ярко выражена дать светится в районе ручки на наличку 3 250 за кредит 3 2 790 стоит вот этот красавчик x55 5-местный среднеразмерный кроссовер все друзья теперь пишите свои мнения в комментариях как вам байк x55 понравился не понравился я же в свою очередь ухожу искать новый свежий интересный материал для вас спасибо за просмотр!